Ребята, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы в Аквадоре, в городе Кито. Сегодня мы вам покажем интересные места этого города. Но для начала давайте пройдемся по нашему отелю, который называется Хацона 19.40, бутик-отель. Находится он в самом центре. Чтобы войти в отель, у меня пройдем воспользоваться специальным путьом. И вот мы уже с вами внутри. Закроем плотни, потому что тут боятся знать безопасность. Встречает сразу же красивый коридор с цветами, градусником. Конечно же заботятся о дезинфекции, безопасности. Здесь очень красивые кресла, елочка растет. Большой стол, стеклянная крыша с необычными лампами, шарами. Мы проживаем на втором этаже, и самая красота тоже находится на втором этаже. Поднимемся наверх. Здесь цветы, шлейная машинка, кресло. Красивые расписанные картины, зеркала. Каждая комната украшена, практически каждая комната украшена вот такой фигуркой. Здесь окна можно посмотреть, другие комнаты, какие-то попроще, какие-то поинтересней. Здесь еще санузел. Здесь столовая для завтрака. Совсем скоро он начнется, мы вам покажем наш завтрак. Здесь также другие комнаты. Снова стеклянная крыша. Поднимемся еще выше, я знаю, что здесь есть очень красивая терраса. Вот терраса. Тут есть еще йога-рум. Также можно заказать дополнительно спа. Пройдемся вокруг и выйдем на террасу. С террасы открывается вид на сад. Ну, малыша, вот это привет, малыш, к тебе я сейчас спущусь. Уютно, тихо, с одной стороны кажется, что центр города, с другой стороны очень тихо и приятно. Пробую подняться еще выше. О, и здесь террасы еще больше. И еще больше открывается уже вид на центр города. Красота! Да, очень красиво. Еще лучше видно собор, центр города. Потрясающий вид. Очень здорово, что мы здесь живем. Нам здесь безумно нравится. Сейчас я вам еще покажу нашу комнату. Я думаю, вы точно, если решите приехать в Кито, обязательно здесь остановитесь. Наш номер называется Галупа-косы. Лакши-везу. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, наконец-таки, наш красивейший номер. Один из самых красивейших, что у нас вообще был за все время наших путешествий. Я бы даже сказала, он какой-то необычный, такая, знаете, старинная атмосфера, но при этом все-все новенькое здесь. Заходим в комнату. Здесь у нас шкаф полный уже наших вещей. Комната очень светлая за счет того, что здесь есть большая терраса, большая кровать. Здесь у нас, видите, она даже, я бы ее называла не двухспальной, а трехспальной, потому что она огромнейшая. Здесь у нас есть телевизор, специальная такая скамеечка для вещей, тумбочки с одной и с другой стороны кровати. Кровать супер мягкая, супер удобная, на ней прекрасно спится. Ох, вообще великолепие. Красивые бирюзовые тона вокруг этой комнаты. Здесь душевая кабинка, тропический душ, напор воды отлично работает, также у нас есть два халатика. Если вдруг вечером становится холодно, можно использовать обогреватель напольный. Он быстро прогревает комнату, поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы согреться. Когда мы только зашли в комнату, вообще только въехали, мы увидели, что нас ждал вот такой конвертик. Кирилл и Тома, где нас приветствуют. Здесь прямо писалось у нас. И видите, они говорят, добро пожаловать домой. И действительно, как только мы зашли, с первых минут мы почувствовали себя как дома. Тут у нас пород для Wi-Fi, приветствие от семьи, которая держит этот отель. Также были приветственные напитки, а сейчас стоят бутылочки со свежей водой, которые тоже каждый день приносят. Красивый цветок здесь, кресло, тоже в старинном стиле, огромнейшее зеркало на всю стену практически. И посмотрите, главную фишку это ванна. Причем, когда мы сидели за завтраком, мы видели, как делают эту ванну. Это брали старинные ванны, их реконструировали, перекрашивали, делали вот такие вот специальные ножки чугунные, разрисовывали. То есть вот это все, это ручная работа. Тоже набор воды отлично работает, есть горячая вода, конечно же, есть интернет в комнате. Тут мы немножко захвамили, тут у нас раковина. И унитаз у нас находится отдельно от душевой кабины, отдельно от ванны, вот в такой вот комнате. И еще хотела вам сказать, ребята, помимо того, что у нас тут душевая кабина и ванна, конечно же, у нас мыли тюбики со вкусно-пахнущим шампунем, кондиционером. Также еще у раковины у нас был вот такой интересный крем. То есть все это было у нас. Также ватные тампоны, пилочка, резиночка. В восторге от такого номера. Сейчас еще хочу вам показать нашу террасу, если у меня получится ее открыть. После небольших усилий мне удалось все-таки открыть террасу. В двери здесь. Смотрите, огромная терраса. Здесь открывается вид на центр Кита. Мы, конечно, не проводим огромное количество времени на нашей террасе, но все равно просыпаться с таким видом, с таким шумом городским. Это тоже своеобразно, потому что в последнее время мы проводили в небольших городках. Конечно же, не в таких какие-то. Нам тоже было интересно, но там была другая атмосфера. И вот здесь вот стулья реально того времени. То есть сначала существование этого особняка. Поэтому можно сказать, что мы не просто проживаем в отеле, да, у нас не просто комната, а у нас как будто бы еще дополнительная историческая экскурсия, потому что мы проживаем в таком отеле. И так как наш номер называется Галупогосы, стена у нас украшена черепашкой, потому что именно на этих островах проживают какие-то уникальные черепахи. Есть в этом отеле различные номера, начинаются они от 100 долларов, поэтому если вам понравился этот номер, переходите в контакты под описанием под этим видеороликом, бронируйте номер, можете привет передавать от нас владельцам этого отеля. Они очень дружелюбные и встречают вас, так как встречают своих родственников и всегда говорят, добро пожаловать домой. Ну что, друзья, теперь пора отправиться на завтрак. Вышли из нашего номера и отправляемся в специальную комнату для завтрака. Она совсем рядом, смотрите, как все замечательно здесь красиво выглядит. Сервировочные, засервированы столики, звучит приятная музыка. Можно самому сделать хлопья, есть сыры, колбаски, масло, булочки, можно сделать тосты. Как всегда, внимательный персонал предлагает в начале завтрака чай или кофе. Сейчас я жду, пока Тома ко мне присоединится на завтраке, закончит свои телефонные разговоры, иначе ее кофе остынет. Пока мы ждем наш завтрак. Смотрите, кто у нас здесь во дворе. Добрый, добрый пес. Привет. Ого, ого, давай. Ого, посмотрите-ка на этого собаку. Ничего себе. О, ты сильнее меня. А дашь малочку? Молодец, молодец. Ты поймал ее. Молодец, молодец. Морам, я иди завтрак. Вначале нам приносят фрукты. Здесь мы видим ананас, манго и драгонфрут. Это будет весьма интересно. Также у нас сегодня сок из папайи. Обычно приносят его в виде фруктов, ну а тут в виде сока. Также на завтрак вы можете выбрать себе яйца, либо вареные, либо жареные, либо скрамбл, то есть такие смешанные-перемешанные. Поэтому мы заказали себе вареные. Посмотрим, что принесут. Решила взять себе мюсли и йогурт. Нам уже принесли наши яйца. Такая красивая подача. Интересная подушечка такая. Ну да, яйцо в гнезде. И вот такие вот авокадинки с соусом. И вот такие небольшие зерна, похожие на икру. Только более красного цвета. Интересно, что это такое. Давайте возьмем. Это что-то сладенькое, знаете, такое. Как желе в виде украшения. Ну а то мы делаем тоже здесь бутербродики. Взяли мы сырку, колбаску, масло. После завтрака мы уже собрались, вызвали такси по Уберу. И сейчас поедем до действующего вулкана, который находится в 8 километрах от центра города Кита. Доехали мы на нашем такси уже до начала подъема к вулкану. Но начало подъема будет у нас не просто пешком, а по канатной дороге. Она здесь называется Телеферико. Сейчас мы посмотрим, сколько сейчас стоит билет туда-обратно. И уже покажем вам сам подъем. Показали нашу вакцину и нам сказали, дите, мойте руки. Показали вакцинацию, помыли руки. Теперь стоим в очереди на покупку билета на канатную дорогу. Пока не знаем, сколько он стоит. Раньше стоил 8,5 долларов. Сейчас посмотрим, сколько он стоит сегодня. Сейчас покупаем билеты на панипулет. Стоимость одного билета 8,5 долларов. Можно рассчитаться с карты. Ну, надо сказать, что очереди на самом деле никакой нет. Мы боялись, что приедем. Нас пугали, что если не приехать рано с утра, то будут большие очереди. Но могут быть. Но их нет. Поэтому это очень радует. Мы вам забыли упомянуть название этого вулкана. Он называется Пичинча. Является одним из самых активных действующих вулканов. Сейчас, видимо, в связи с пандемией, в кабинку заходит всего по 2 человека. Поэтому это такой приятный бонус. Будем в этой кабинке вдвоем. И никого не будем стеснять. И сами не будем стесняться. Немного душновато в кабинке. Мы думали, что... Ну, и на вершине, возможно, будет прохладно. Поэтому утеплились. Ну, а сейчас пока едем. Во-первых, погода хорошая. Но будем надеяться, что такое останется. Солнышко. Вот, чуть душновато. Но уж лучше будет солнечная погода, чем прохладный дождик, который иногда бывает на вершине. Открывается неплохой вид, обзорный, на город Кито. Вот так он вытянут на многие-многие километры в длину. Находится в Межгорье. После нас сразу дезинфицируют кабинку. Поэтому... Поэтому вот так вот все ради безопасности. Сразу мы видим обзорную площадку Мирадор. Слово Мирадор – это значит обзорная площадка. Мирадор де лос вулканус. То есть обзорная площадка на вулканы, на точки. Осталось только разобраться в них. Смотрюсь, очень легко. На Чимбараса мы были. На Катапахе мы хотели пойти, но не пошли. Остальные я не знаю. Скорее всего, большинство вершин скрыто за облаками сейчас. Хотя погода достаточно солнечная, но все же немного туманно. Ну что, начинаем наш путь. Путь к подножию вулкана. Не знаем, как дальше, но в начале пути дорога выглядит очень такой туристической, оборудованной. Но виды открываются уже очень красивые. С одной стороны, красивые и интересные деревья, у которых вот так вот расслаиваться отходит кора. Словно очень такая тонкая-тонкая бумага. А с другой стороны, интересная трава, которую мы встречали тоже в парках, когда до этого путешествовали. Ну, она на самом деле такая очень прочная. Похожа на колючки дикобраза. Впереди мы видим уже небольшую церквушку. Но, наверное, заходить не будем. Пойдем сразу дальше. Так, стоит у нас тут прямо по курсу. Вот такие вот туристические ламы. Buenos dias. Вот такие красавчики. Предлагаю с ними субтитроваться, да? Да, за один доллар. Ну, наверное, пропустим эту процедуру. Да, пропустим. Да, пропустим. Также мы видели здесь коней. Вот они выше. Видимо, предлагают некоторым туристам подняться на лошадках в виде такси. Но это мы тоже уже часто встречали. У этого вулкана есть две высокие точки. Одна 4 700, другая 4 800 метров. И мы уже встретили указатель. И он говорит, что точка Рука-Пичинча. Рука – это значит вторая точка, наиболее высокая. 4 800 метров переводится как старик. А 4 700 метров – это чуть пониже точка. Она переводится как «ребенок». Называется Гуа-Гуа. Вот такое вот название. Ну, раз указатель нам говорит идти до точки Руку, значит, идем туда. Потому что мы надеемся еще увидеть и вторую точку. Поскольку сам город Кито располагается на высоте 2900 метров над уровнем моря, плюс мы еще высоко заехали, потом на фуникулёре поднялись, поэтому сейчас мы находимся где-то на высоте около 4000. Поэтому даже незначительный подъем наверх заставляет ваше сердечко ученое биться. Нехватка воздуха все-таки здесь чувствуется. Для нас, конечно, не впервые уже такие ощущения. Такие симпатичные лошадки в загоне стоят. Ну, как ваши дела? Все ли у вас хорошо? Не устаете ли вы? И отсюда открывается уже шикарный вид. Посмотрите. Такие вот красивые горы, вершины. Ну, и там вдали город Кито. Ну, вот теперь начинается настоящий подъем вот на ту вершину. Обозначены основные моменты. Но то, что нужно в первую очередь знать, это то, что начинать путь нужно максимум в 11 часов. Сейчас именно 11. Возвращаться. Самое позднее это в 5. Ну, надеюсь, мы вернемся раньше. Ну, также здесь есть экстренные службы. Различные упоминания, напоминания, что нужно и аптечку иметь на всякий случай, и одежду нужно водонепроницаемую, еду, пропитание. Не знаю, если нам нужно просто подняться вот на этот холм, то я таких больших проблем не вижу. Но, возможно, нам за этим холмом еще придется подниматься на следующую вершину. Тогда да, потому что очень много таких предписаний, прежде чем совершить этот подъем. Да, наверх выдуматься сейчас действительно сложно. Приходится делать много остановок, отдыхать, потому что не хватает кислорода. Трудно дышать. Да, интересно, до какой точки мы сумеем подняться сегодня. Тем более, не так много здесь указателей. Именно с маршрутами, то есть не совсем понятен маршрут, то есть сколько он длится, какая протяженность, какие есть варианты. Ну, в общем, пока потихоньку поднимаемся наверх. По дороге встречается очень много красивых цветов, растений. Вот, например, смотрите, такие желтые цветы, интересную форму растения. Вот еще один. Это уже из рода кактусовых, с вот такими-то оранжевыми бутонами. Еще очень странное сочетание погоды. Вроде солнце очень жгучее такое, теплое. А с другой стороны ветер очень прохладный и сильный. Поэтому такая опасная-опасная погода. Поэтому обязательно берите с собой теплые вещи. Вот, даже шапки мы с собой взяли. Потому что ветер, правда, пронизывающий. А мы, кстати, тем временем поднялись до такой первой, наверное, вершины основной. Есть табличка, что располагается обзорная площадка. Ну, на самом деле, даже во время подъема виды были замечательные, завораживающие. И природа, и город. Ну, вот, смотрите, какая красота. Ну, а как мы видим, дорожка идет дальше. Еще один небольшой подъем. Поэтому сейчас идем чуть выше. Дальше уже будем смотреть. Нашли мы небольшую карту здесь на обзорной площадке. Правда, она пришла уже в негодность. И очень сложно разобрать. Почти ничего не видно. Плюс она уже такая рваная. Но, но, но. Похоже, похоже, мы находимся сейчас вот здесь. Это на середине пути к вершине, которая переводится как Старик. То есть наиболее высокая точка. 4 800. Ну, то есть 4 800 это сама гора, естественно. Мы идем к подножью. Ну, вот, здесь отмечен путь. Возможно, потом с этой вершиной можно пройти до вершины, которая называется Младенец уже. Вот эта Гуа-Гуа. Она на 100 метров ниже. Ну, а так, конечно, сложно разобраться. Ну, что, поднялись еще чуть выше. Сейчас мы уже, наверное, все поняли. Все разглядели. Впереди еще длинная-длинная дорога к вершине. Не уверен, что мы планируем туда сегодня дойти, добраться. Видимо, когда-либо. Да, видимо, когда-либо. На самом деле трекинг достаточно крутой здесь. Ну, то есть он и продолжительный. Сейчас мы посмотрели по МАПСМИ. Там до первой точки от начала 5 километров, до второй 10, да? Ну, на первой 4 осталось. Ну, осталось, я имею в виду всего, да? То есть 5 километров до второго пика 10. Глабочка какая-то пологая дорожка. Так постоянно ввысь, 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 ввысь. То есть требует больших физических затрат, на которых мы сегодня не планировали их тратить. Поэтому пока непонятно, пойдем или не пойдем. Может, просто трон запустим. Да, возможно, просто полетаем, ну и покажем вам вершину. Давайте я вам немножко покажу. Вот смотрите, впереди. Мы уже видим такой более равнинный участок дороги. И вот эта дорога, она идет дальше, 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 дальше. И вот здесь уже находится пик. Насколько я понимаю, это самый высокий пик, который переводится как старик, 4 800. Мы не уверены, что можно забраться прямо на самый пик. Возможно, туда идут лишь к подножью горы. Но все равно путь не близкий, не легкий. А потом с этого пика, возможно, с этой точки маршрут идет дальше. И там как раз еще одна точка, которая называется «Ребенок» Гуа-Гуа на 100 метров ниже. Но все равно сейчас вершина в облаках. Такая картина, конечно, интересная, очень зрелищная. Друзья, было принято решение разделиться. Я сейчас в этой точке буду летать на дроне, а Томочка попробует ускориться и пойти по этим холмам, попробует дойти до той точки, до подножья. Поэтому все, не будем затягивать. Отдаем камеру, а сами летаем. Прошу я сейчас табличку, написано 3 часа 45 минут. Нужно будет идти. Я думаю, что я пройду минут 20. Посмотрю вот на эту гору. У нее интересный такой хребет горный. Мне стало любопытно. Поэтому я решила на тут и пройтись. Дорожка непологая. Ну, так уже, конечно, не такой резкий подъем. Но все равно. Вот в отличие от парка Кахас, природа здесь такая, знаете, она все-таки более однообразная. Либо мы уже привыкли к этой картинке. Все, что мы видим, это вот эта вот жесткая трава, белые цветочки. Иногда такие синие встречаются. Кустики. Ну, безусловно, красиво. Но все-таки парк Кахас для меня, он более живописный. Потому что там озера, речки. А здесь больше горного массива. Мы бы, наверное, и прошли весь трекинг. Но мы в последнее время заболеваем. После того, как мы были на вулкане Чимбараса, мы затемпературили, закашляли. Особенно я. Вначале самым у меня какая-то, знаете, была горная болезнь. В итоге я два дня переболела. Остался кашель. И теперь болеет Кирилл. Поэтому взбираться сложно. Взбираться сложно. Встречаются другие трекеры, которые, по всей видимости, прошли весь этот путь. Видите, тропинка практически не меняется. Хотя сейчас она стала более пологой. Но все равно подъемы есть. Итак, ребята, что мы видим? Вот теперь нормальная карта. Вот 10 километров получается до самой кальтеры. До вершины. Три с половиной километра. И мы с вами находимся только вот здесь. Смотрите, это почти самое начало. Самое начало. Вот так вот. Так что маршрут очень продолжительный. Тоже красивый горный хребет. Данные виды окружают весь путь. Сейчас возвращаемся обратно. Решили, что лет через 10 поедем на Голубогорские острова. Основимся в Кито. И преодолеем эти 10 километров до кальтеры. Ну ничего, ребята, вы увидели красивые виды. Увидели кадры с дрона. Увидели вершину этого вулкана. Поэтому все же не просто так мы сегодня с вами прогулялись. Да, в любом случае мы увидели еще и канатную дорогу красивую. И горный хребет. Поэтому я не считаю, что мы сюда прошли зря. Было интересное приключение. Сейчас мы спустились вниз. Опять до конюшни. И здесь есть развилка на два пути. То есть мы сюда пришли одним путем, который мы вам показывали. А сейчас пойдем обратно и хотим показать вам другой путь. То есть, возможно, там чуть больше каких-то обзорных видов. И насколько мы понимаем, по этому пути людей больше спускалось. То есть, ну а мы сейчас наоборот вернемся обратно по этому пути. Виды, конечно, завораживающие. Немножко мы расстроены, что не дошли до конца. Не посмотрели озеро, кальтеры там. Ну а ничего страшного, ничего страшного. Не все, так сказать, сразу. Ну что, тропинка обратно, которая другая тропинка. Она просто имеет больше обзорных точек. Опять открывается вид на горы, на город. Вот, смотрите, впереди там есть еще небольшая беседка, где можно отдохнуть. Чуть подальше качели, до которых мы дойдем, покажем вам. То есть, очень живописный маршрут, даже не доходя до самой вершины. Это я сейчас себя успокаиваю. Вот, поэтому, даже если вы не в такие подготовленные трекеры, как мы имеем в виду, в такие же не подготовленные, вот, то обязательно сюда приезжайте, поднимитесь наверх, насладитесь видом. Ну а мы давайте дойдем до качелей, и еще покажем вам красивый вид. Весьма любопытные качели, с таким видом на город, поэтому неплохая обзорная площадка. Сейчас тоже немножко испробуем их в деле. Тоже попробую покататься на качелях. Ой, они такие скользкие, страшно. Давай, держись. Ну, в целом, неплохо для бесплатного развлечения пойдет. Хотя, немножко скользковато сидеть на наших таких штанах. Да, если вы любите, то было бы, конечно же, удобнее. Да, но в целом, все равно, неплохо, неплохо. Открывается такой обзор на город. Вот, в общем, практически парили в облаках. Дошли до еще одной обзорной площадки. Да, путь обратно, он такой более туристический, поэтому, когда сюда приезжаете, лучше по этому пути наоборот подниматься в начале. Вот, сейчас мы уже почти спустились к кабинкам. Поедем обратно. Многие, кстати, и останавливаются либо на обзорных площадках, либо туда дальше качелям проходят, либо еще чуть-чуть дальше. Вот, поэтому мы, на самом деле, прошли, ну, достаточно внушительный участок дороги. Это я все пытаюсь себе в который раз утешать, потому что мы не дошли до конца. Ладно, ничего страшного. В самом начале пути, совсем сразу после каникулера, есть кофейня, где можно взять кофе, можно с карамель взять, можно с чаем. Это такой, знаете, кофе со специями, очень вкусный. Вот его я и хочу взять за 3,50. Вот, нет. Вот он. Вот он. Да. Но вообще, эта кофейня обладает очередным шикарным видом. Смотрите за стеклом. Просто открывается шикардосный вид. Можно сесть на диванчике, расслабиться с кофе. Ура, мы снова на фунькулере. Спускаемся по канатной дороге. 8 минут и мы будем внизу. И отправляемся в очередное интересное место, которое находится также недалеко от города Кито. Ну как недалеко? Всего лишь в 30 километрах от центра. Да. Примерно час пути на такси. И мы сейчас оказались в парке возле монумента, который называется Середина мира. Сейчас мы подойдем к кассам, посмотрим, сколько стоит вход. Ну и потом покажем сам монумент и еще кое-что интересное. Билет к этому монументу стоит 5 долларов с человека. Закрывается это место без 15,5. Официально написано до 5, но нам в кассе сказали, что без 15,5. Поэтому приезжайте в первые половины дня, чтобы не опоздать. Мы находимся на территории парка уже. Установлены различные скульптуры. Видимо, каким-то местным ученым, героем. Видим, здесь есть также планетарий. Ну а мы движемся к главному монументу. Вот это за моей спиной. Которая олицетворяет собой середину мира. Красивый парк, ухоженная территория. Различные цветочки, фонтанчики какие-то. Тут прям целый город в этом месте находится. А не только монумент, как мы читали. О-о-о, вау, вау! Ну, только что мы стали свидетелями такого эксперимента, когда кладем яйцо на гвоздь, и оно должно держаться. Это означает о том, что именно здесь проходит середина экватора, который делит южную, северную части света пополам. То есть, именно здесь проходит эта желтая линия, которая очерчена. И вы можете попытаться вот таким нехитрым способом поставить яйцо на гвоздь. И, видимо, это доказывает о том, что середина планеты, середина мира именно здесь. Ну, на самом деле, экватор проходит не только в Эквадоре, но Эквадор по-особенному этому гордится, и поэтому как-то это обозначил по-особенному. Да, вот такая туристическая забава, интересный факт, что именно здесь находится середина мира. Здесь располагается 30-метровый монумент, на вершине которого выгружен шар, обозначающий нашу планету. Сам монумент, как я уже сказал, 30-метровый, а шар весит около 5 тонн, то есть такая огромная махина. И именно здесь проходит эта желтая линия, которая делит середину мира. На земном шаре, который мы видим сверху, обозначены 4 стороны света, север-юг, восток и запад. Мы с вами сейчас находимся на востоке, о чем гласит эта буква О, в переводе с испанского «Оэстро». Рядом с этой линией есть множество указателей. на страны, то есть Галапагостские острова в ту сторону, 745, Барселона, Нью-Йорк, Богата, Буэнос-Айрес. Сейчас мы проходим внутрь монумента. Нам сказали, что мы можем пройти и по ступенькам подняться наверх. Внутри монумента тоже находится своеобразный музей. Пока мы поднимаемся, да, любопытные какие-то фотографии, что-то о чем-то рассказывается, но мы точно истории не знаем. Если чуть ниже была информация о людях, проживавших вообще во всем Эквадоре, о древних людях, то именно на этом этаже можно увидеть историю людей, проживавших в регионе Амазонки. Вот эта вот, например, фотография вообще очень популярна в интернете, когда набираешь тур по Амазонии и вообще об этом регионе. Этот регион находится не только в Эквадоре, но еще в странах Бразилии, Венесуэлы, Колумбии. Здесь тоже есть Амазонка, и сюда попасть проще всего, чем в других странах. Не нужно держать какие-то перелеты, можно просто туда приехать. И здесь рассказывается история этих людей, которые там проживают. На самом деле, очень большая такая выставка здесь. Целый, полноценный музей. Допустим, на этом даже представлены различные одежды, которые раньше, видимо, одевались в Эквадоре. Какие-то маски такие зловещие, смотрите. В общем, обозначена культура Эквадора. Сейчас мы поднимаемся еще выше. Здесь зал с голубогорскими пингвинами. Каждый отдельный этаж посвящен какой-то отдельной теме Эквадора. И вот этот этаж посвящен именно Галапагоцким островам. Помимо пингвинов, здесь еще есть черепахи, знаменитые Галапагоцкие. Вот такой вот кактус, который растет именно там. Также есть карта, рассказанная об островах, которые входят в состав Галапагоцких островов. Мы в нашу поездку туда, кстати, не собираемся. Во-первых, это дорого. Во-вторых, много ограничений. Поэтому, возможно, когда-нибудь в другой раз. Но это, конечно, чудесное место. Сейчас мы уже наверху. Здесь такая своеобразная обзорная площадка, соединяющая все четыре части света. Можно перемещаться, любоваться, смотреть, какая гора огромная на фоне. Не стоит побываться по городу Эквадора, но в городе есть много детишек, но всегда будет очень много зелени, гор, красивых видов. На нашем канале вас впереди еще ждет очень много зелени, гор, красивых видов. Поэтому, друзья, ставим лайки. Пишу комментарии. Подписываемся, если еще не подписаны. Всем до встречи, всем пока. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok